Приветствую вас, друзья. Вот переделаю, переделаю картину. Главное, чтобы не только колеса крутились, главное, чтобы и как бы крылья у него, у нашего ангела-велосипедиста были, который несёт мир, добро, любовь, доброту. Но переделаю, переделаю всё время. То говорила мне даже Алина, искусствовед, что прямо соткана из света. А я вот решил улучшить, и вот тоска поиспочвенной картине получается. А тут ещё я очень расстроился. Вообще, кому нужен эмоциональный человек? Вот интересное дело. Ведь все заняты своим каким-то эмоциональным состоянием. И тут вдруг я... Ну, обещал я, что да, потом, что да, придёте ко мне в гости, потому что предлагали ко мне в гости прийти и подарить мне книгу. Подарить мне книгу. А я сказал, я сейчас не могу, не могу, потому что вот у меня сейчас вот загрузка, загрузка. Ну, тогда давайте мы потом вам подарим. Ну, я говорю, нам не неудобно было. И я вот из-за неудобства не сказал вот, нет, не надо. Я сказал, ну, хорошо, потом свяжемся. И вот проходит время, и люди звонят и говорят, вы же обещали. Я вот не знаю, как быть. А я как раз-таки был в таком состоянии, ну, прямо, ну, не знаю, но только встал с постели, не выспавшийся такой, всё наш работал, там помогал по интернету. И я вот так вот, ну, эмоциональный человек. Ну, куда денешься? И я сказал, ну, я же говорил, что у меня проблемы. Ну, разве вы не поняли, что у меня проблемы? Ну, разве вы не уловили, что вот я не очень расположен сейчас принимать гостей? Это же надо чай налить, это надо же время уделить. А я хочу воспринять. Я не потому, что не хочу, ну, что вы, я с удовольствием хочу. А сейчас я извиняюсь. Извиняюсь, потому что я не выдержал и сказал вот это всё. А мне сказали в ответ, ну, что вы, что вы, ради Бога, что вы, что вы, ради Бога. Да, да, дай Бог вам здоровья, дай Бог, мы знаем, что у вас и травма шеи, мы знаем, что вы перегружены, дай Бог вам здоровья. А когда лучше всё-таки подъехать? Ох, ну, что делать? Ну, что мне делать? Вот скажите, пожалуйста. Конечно, я извиняюсь. Ещё раз извиняюсь, ещё раз извиняюсь. Пусть посмотрит человек и увидит мои извинения. Но, по всей видимости, мне не надо было обещать. Ну, я же не могу отказать, вы понимаете, я же сказал, что у меня проблемы, ну, мы попробуем, я не могу отказать. Вот в чём дело, понимаете? Видимо, видимо. Видимо, во-первых, кто-то в моей шкуре не был, а я не был в чьей-то шкуре, я не могу лучше понять его состояние, а он не может понять моё состояние. Это и понятно. Ну, поэтому и культура есть, вежливость есть, да, вежливость. Но у меня на вежливость особо сил не хватило, поэтому я сейчас извиняюсь дополнительно. Ну, одновременно я же за это время уже там и тётеньке помог по скайпу, потому что у неё давление подскочило, она мне позвонила и говорит, вот что делать, я не знаю, как быть там, то, сё. У меня там давление, скорая была, и ничего они не сделали, и прописали те же лекарства. Ну, короче говоря, и вы лекарства пьёте, пью. Давно у вас давление бывает. Да, всю жизнь у меня давление. Слушайте, но я же не могу за одну минуту решить такие вопросы. Это же не клиника. Это школа, человек будущий, хомофутург. Но я посоветовал, посоветовал кое-что, как врач, посоветовал, да. Просто беда в том, что сейчас у врачей не у всех время есть, потому что сейчас и врачи все, они тем, может быть, заняты, и нагрузка у них растёт. Это же как бы очень много хороших врачей, да. Ну, нагрузка, ну, жизнь такая, ну, что делать, ну. Ну, и мне пришлось тоже дать советы, и помогло, помогло. Ну, дай бог, это меня немножко успокоило, что я хоть там вот так немножко понервничал и не смог быть достаточно вежливым, аккуратно отказать, а всё-таки выразил эмоции. Хотя мне сказали, ну, что вы, что вы, что вы. Да, да. Ну, чтобы не обиделись, но мне же надо как-то донести эту мысль, донести эту мысль. Поэтому я сейчас извиняюсь. И вот я хочу спросить. Вас, друзья, хочу спросить. Вот я знаю, Корнеги писал там в своё время, много других там методик были в мире, там всегда говорили, там некоторые дипломаты очень вежливые, культура существует, быть очень вежливой, скрывать свои эмоции, выражать улыбку, чтобы не грузить человека своими проблемами. Да, ну, по-разному это бывает. Но это я хочу понять. Мне же могут задать вопрос. Вот вы занимаетесь как бы развитием науки человечности, а сами вот так вскипели. Как быть? Вот интересный вопрос, правда? А нужно ли всегда только хорошие картины показывать, чтобы всех радовать, на улыбку, улыбка, чтобы всегда была праздничная, чтобы люди, которые искали опору, да, опору, видели тебя в светущем состоянии, радовались вместе с тобой, смотрели твои картины, да, и тоже поднимались в душе своей и в теле, как говорится. Или можно тоже таким быть нормальным человеком, не выспался, раздражаться, да, ну, а культура тогда куда? А как быть, вот, например, если человек сильно напряжен, запряжен, там, ну, не знаю, как быть? Ну, во-первых, я вам хочу сказать, моя популярность, конечно, тяжелая, потому что меня же многие знают за многие годы как врача, и поэтому ко мне обращаются как врачом. Лучше был бы я журналистом, потому что журналист это что? Ну, подписал я там автограф, визитку дал, ну, это же совсем другая популярность. А тут ты хоть даже на свадьбу придешь, обязательно появится кто-то, который тебе скажет, а как тёшу вылечить? Ну, по крайней мере, у меня так было, я не знаю. Слушайте, давайте, знаете, что сделаем? Я думаю, меня извинят. Кому надо, тот знает. Меня извинят. Потому что видно, что я действительно переживаю по этому поводу. Я не хотел никого обидеть. А вот теперь как быть вот с этим, что нельзя никого критиковать? Потому что человек живёт в своём мире, и когда ты критикуешь его, вот он написал тебе какой-нибудь коммент, а ты взял его в коммент, да нет, это не так, я не согласен, и вы вообще неправильно считаете. А он думает, ты, наверное, не въехал. Вот как быть? Как людям быть? Всё-таки, с одной стороны, эмоциональные мы все, с другой стороны, мы хотим быть как бы принятыми в социуме, принятыми, чтобы к нам хорошо относились, потому что культура, это в первую очередь, это безопасность. Потому что если ты будешь говорить человеку всё, что думаешь, могу это по голове дать. Моя шутник, вы знаете. Но я хочу сказать, что в принципе, как быть? Вот интересный вопрос. Я это всё затеял сказать, во-первых, как я сказал, извиниться. Хотя, в принципе, я знаю, человек понимающий, и так понимает, и так извинил давно. И даже удивился, наверное, что это тут выступает. А мне хочется понять, как быть, когда вот надо всё время сохранять форму, и вот эти люди, которые выдавали разные методы, разные методы, вот Шия Рубинду, например, Шия Рубинда, который создал интегральную йогу, ну, это суперчеловек был, который говорил о новом человеке, умер от Аруми, да, курил трубку, Абрек там и другие. Ну, короче говоря, интересна жизнь этих людей, интересна жизнь этих людей, как они спали, как они вставали, как они ели, как они общались, когда их дёрнут с постели, не в тот момент, когда они готовы. Да, очень интересно вот обнаруживать вот эти человеческие свойства, качества. Вот про Рембрандта вчера вечером смотрел, очень интересное время было, удивительное время было, оказывается. Это был востребованный человек, богатый человек, с картины которого заказывали, он был очень богатый человек, и вот он относился к своей любимой там, очень непонятно. А как это так могло быть? Да вообще. Ну вот, как же это всё происходит? Как же всё это происходит? Да, на самом деле, я это всё говорю ещё и для того, чтобы перед следующим роликом, потому что мы же будем, вот этот проект мощнейший, когда я буду выдавать такие вещи, которые вы никогда, никогда не могли слышать, ни в одной книжке читать в мире, потому что я додумался до этого, и мне помогают наши участники школы Человек-будышев, Homo Futuros. Всем привет. Нам помогают, и мы такое выдадим, чтобы всем и каждому на свете легче и лучше жилось. Легче и лучше жилось. Поэтому я сейчас, как говорится, вот так вот опробирую обстановку, ещё и ещё раз говорю о таких сложных вещах, чтобы мы заново и заново понимали, что мы не живём в головах друг у друга, и что иногда сил просто не хватает быть человеком, потому что, чтобы быть человеком, силы нужны, и поэтому надо заниматься методом ключа, восстанавливать силы, здоровье, развивать у себя таланты, да, а это очень хороший метод, и вот сейчас в этом проекте вы всё постепенно узнаете. До встречи, друзья.